Ребят, здорово! Это Макс Руденко из Айлов Суперспорт и это блог о шоссейном велосипеде. Сегодня я пригласил бомбического гостя. Это тренер Айлов Триатлон, многократный айронмен, обладатель черной майки экстремального триатлона Норсман Анатолий Лесковец. И я попросил Толю рассказать о том, как тренировать силу на шоссейном велосипеде. Поехали! Всем привет! Меня зовут Анатолий Лесковец, я тренер Айлов Суперспорт. Сегодня мы поговорим с вами про силовую подготовку спортсмена. Силовую подготовку можно разделить на три этапа. Первый из них это общая силовая выносливость, второй это максимальная сила, и третий это взрывная мощность или скоростная работа, как ее еще называют. Все эти три вида, они между собой связаны. Прогресс в одной из них непременно ведет к тому, что будет прогрессировать какая-то другая. Для того, чтобы мы могли подойти к взрывной силе, нам нужно накопить максимальную. И для того, чтобы начать работать над ней, нужно иметь уже, естественно, основную базовую силовую выносливость. Это может быть что угодно, это может быть бег, это может быть какая-то игра в футбол. И вообще, на самом деле, почти все, что угодно. Любая силовая активность, она так или иначе позволяет вам как можно дольше выдерживать нагрузки, то есть это просто силовая выносливость. На велосипеде же это значит, что вы можете поддерживать определенную скорость на протяжении долгого количества времени. Как вы можете прокачивать ее, используя горки, мы поговорим чуть попозже. Второй вид это максимальная сила. Максимальную силу легче всего развить в зале. На самом деле, сделать это на велосипеде достаточно трудно, просто потому что сама работа предполагает, что вы будете делать какие-то упражнения до отказа. Поэтому подобрать такой рельеф или подобрать, в принципе, такие условия для тренировок будет довольно сложно. И третья, это взрывная сила. Она довольно проста в понимании, то есть вам нужно будет делать что-то очень быстрое и очень короткое. Если мы говорим про горки, то вы находите какую-нибудь не очень длинную горку, например, метров 100-150, и начинаете вяжать в нее с максимально возможной скоростью, как только можете. Также вы можете имитировать это на равнине, если вы будете ускоряться короткими отрезками, передвигаться очень быстрыми короткими отрезками. Поговорим про силовую выносливость и что нам для этого нужно. Если мы не используем горки, то мы можем использовать все звезды, которые у нас есть, мы можем выставить самые сложные звезды, которые мы имеем, и методично стараться выкручивать их с определенным каденсом. То есть если самые крайние звезды нам недоступны сейчас в связи с подготовкой, мы можем поставить поменьше то, что мы можем выдержать, и просто поддерживая каденс продолжать движение. Соответственно, со временем мы должны будем стремиться к самым-самым сложным звездам. Если мы говорим про горку, то заезд в горку сидя, при этом поддерживая определенный каденс, будет являться отличной тренировкой для общей силовой выносливости. Также вы можете использовать движение стоя, вы можете заезжать стоя с помощью раскачки велосипеда, или просто въезжать стоя прямо на педали. Оба из этих вариантов будут прокачивать вас. Можно также комбинировать их все три, заезжая в горку в начале сидя, посередине вставая с велосипеда, и концовку уже спринтуя, выезжая вверх на максимальной скорости. Попробуем? Мы едем по набережной. У меня стоит примерно середина сзади кассеты, спереди маленькая звезда. Подъезжаем к горке, и я перещёлкиваю на большую звезду спереди. Дальше мы начинаем работать сидя. Стараемся поддерживать каденс настолько, сколько это возможно, рельефом. Едем, едем. То есть наша задача здесь держать каденс и работать ногами. Когда мы понимаем, что горка подходит к такому моменту, что мы уже не можем сделать это сидя, мы можем встать и через раскачку велосипеда начать забираться наверх. И продолжаем работать. Для отработки максимальной силы и взрывной мощности можно попробовать резкий старт с места. Чтобы отработать силовую не только в горке, но и на равнине, на плоском, мы можем использовать всю вариацию наших передач. Ставим сразу самые-самые сложные передачи, края так называемые. И на этих краях с каденсом примерно в 60, то есть один оборот в секунду ногой, начинаем методично накручивать. Так можно делать достаточно долго, то есть вплоть до 20 минут, 30 минут. Все это положительно скажется на вашей общей выносливости. Для отработки взрывной мощности мы заранее подготавливаем сложную звезду, как она стоит у меня сейчас, и начинаем практиковать разгон с места. Что касается, когда и как делать такие тренировки. Во-первых, в период вашей подготовки практически до самого старта вы должны загружать себя разными силовыми упражнениями. Есть смысл начинать с общей силовой выносливости, и как только вы дошли до определенного уровня, вы можете продолжать дальше, развивая свою максимальную силу, которая в свою очередь позволит вам открывать новые границы для работы над вашей мощностью. Поэтому делать вы должны это каждую неделю во время подготовки, а лучше и по несколько раз в неделю. Общая силовая выносливость не должна в принципе выходить из вашей программы подготовки, она просто может менять свою форму. Спасибо, Толя. Это было офигенно. Кстати, если вы хотите заниматься триатлоном по плану, который напишет Толя специально для вас, ищите страницу по ссылке в описании. Спасибо вам за просмотр. Скоро увидимся. Катайтесь на велосипеде, получайте удовольствие. Будьте крутыми. Пока. Продолжение следует...